Музыка Не помню точно слова, но там есть такое, такие мысли Я новое творение во Христе Иисусе И дьявол не может ничего, потому что кровь Иисуса Христа она на мне Аминь Мы новое творение в Боге Это прекрасно, аминь И кровь Иисуса Христа на нас Конечно, каждый из нас может вспомнить себя, какой он был до спасения Но это не стоит делать, дорогие мои Аминь Все мы были не очень хорошими У всех у нас было свое прошлое Не очень хорошее Потому что все мы были во грехе Аллилуйя Но мы пришли в церковь И мы покаялись И Бог простил нам наши грехи Аллилуйя И мы стали детьми Божьими И один проповедник сказал Чудны дела твои, Божие А у детей твоих дела еще чудней Иногда ты боишься не своей старой греховной жизни А иногда ты смущаешься своей христианской жизни Потому что столько чудес там натворил Такие чудные дела вытворил Но Бог И это прощает тебя Аминь Он не просто простил твою мирскую жизнь Когда ты жил вне Бога И не знал Бога Все мы были там Каждый из нас Кто сегодня здесь на этом месте Когда-то был в этом мире Он жил в этом мире Он ходил без Бога И мы услышали весь об Иисусе Мы пришли Мы покаялись Но наша жизнь еще не осветилась Мы еще не знали Как правильно жить во Христе И ходя в церковь Мы продолжали Порой иногда делать Какие-то неправильные вещи Мы могли кого-то обмануть Мы могли на кого-то наговорить Мы могли на кого-то насплетничать Мы могли И даже может быть что-то Украсть из Дома Божьего Или еще что-то сделать Могли что-то пообещать И что-то не выполнить То есть мы с вами Как христиане Тоже формировались Правда же То есть мы изменялись Мы познавали лучше Мы забывали старое Мы позволили Богу Менять нашу жизнь Мы очень во многом Дорогие мои Позволили Богу Изменить нашу жизнь Поэтому когда ты приходишь В церковь То Те вещи Которые может быть Тебя когда-то мучили И те вещи Которые были может быть В твоей жизни Даже в христианской И они тебе не дают покоя Позволь Иисусу Коснуться твоей жизни Так Чтобы ты полностью забыл Те проблемы Которые были в твоей жизни Те которые Не удовлетворяли Бога Писание говорит нам Очень интересную историю О блудном сыне Эта история Не только очень ярко Говорит о грешниках Это говорит историю О тех верующих Которые ходили в церковь Служили Богу Любили Иисуса Но по какой-то причине Они запутались в этой суете Запутались в своих чувствах И своих эмоциях Они не смогли правильно Адекватно отреагировать На те ситуации Обстательства Которые были в их жизни И поэтому могли сделать Какие-то неправильные поступки Какие-то неправильные дела Какие-то неправильные решения Это все было сделано В христианской жизни Кто знает таких христиан Вас так мало Да я один из них Если вы не знаете таких христиан Посмотрите на проповедника Вот на меня сегодня На пастора церкви Я один из таких Который в своей христианской жизни Делал Ну в начальной жизни Не очень хорошие поступки Я вам уже когда-то свидетельствовал Я уже был христианином Я ходил в церковь Я любил Иисуса Мне так казалось Но на одном этапе своей жизни Когда я не получил Ожидаемого от Бога Когда я это вспоминаю сегодня Я смеюсь над самим собой Я думаю Боже мой Каким я был идиотом Каким я был Просточком во Христе Что мог так просто Попасться на эту удочку И лукавый мог меня развести По полной программе И я будучи молодым христианином Ходя в церковь Посещая собрания Ходя на домашние группы Я видел как Бог На людей сходит Как Бог Людей благословляет И я Мечтал тоже Получать какие-то благословения Но я не получил ожидаемого И знаете Из-за того Что я не получил ожидаемого Я сделал в своей жизни Такое решение Я пришел к своей девушке Она тогда еще не была Моей женой И сказал Знаешь дорогая Почему Они 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 Получают в церкви Это А я Не получаю Я что Белая ворона Я уже в церковь Полгода хожу А тут Кто-то пришел Его Можно сказать И месяца нету в церкви А он уже это получил Я молюсь Изо всех сил Прошу Бог Дай мне это И как будто Тишина И вот из-за того Что я не получил Ожидаемого Я в своей христианской жизни Особенно в свои молодые годы Я помню Какие штуки в моей жизни Штучки происходили Да Как я рос духовно Через что меня Бог проводил И вот на одном этапе В своей христианской жизни Знаете Сегодня я сам не могу в это поверить Но я сделал такое заявление И я принял такое решение Я сказал Я в церковь Ходить Больше Не буду Вот ты на меня Смотришь сегодня И думаешь О пастор О чем ты говоришь Наверное В твоей жизни Такого никогда не было Ты родился уже Наверное Не будем вспоминать До Тем Кем я был До спасения Но я в своей христианской жизни Принял такое решение Сказал Я в церковь Ходить больше не буду Все Точка Я это говорю о себе Это было В моей христианской жизни И в этот момент Когда я принял такое решение Я уже настроился На совсем другую жизнь Я Вечером Лег спать Ну И в эту ночь Бог по своей милости Вот по такой милости И вон Я уже принимаю решение Жить в грехе Быть грешником Идти на греховные На грешные мероприятия И Бог приходит ко мне ночью И дает мне сновидение О том Что если я Начинаю Жить Греховной жизнью И идти в мир Моя жизнь Она как бы Пролетела передо мной Вот так вот И я от увиденного Пришел в ужас Я склонил На колени Сказал Боже Вот то Из-за чего я Сказал Что я не хочу Ходить в церковь Господи Мне это уже не нужно Я и без этого Буду ходить в церковь Потому что Что-то ночью Внутри меня Произошло Поэтому Иногда Когда мы смотрим На свою христианскую жизнь А у нас уже запрещание Много лет Христианской жизни Аминь Иногда Как мы на это посмотрим Боже мой Есть славные дела А есть И не славные дела Есть славный путь А есть И бесславный путь Но Я хочу Чтобы ты немножко понял Весь твой Христианский путь Вот я хочу Чтобы ты понял Это в своем сознании Весь твой Христианский путь Имеет право Не то чтобы Осудить А взвесить И проверить Сам Иисус Ты не можешь Фрагментально Свою жизнь Оценивать Не можешь И неправильно Ты делаешь Если фрагментально Свою жизнь Оцениваешь Ты не можешь Из фрагментальных Своих проблем Не удашь Строить о себе Какое-то мнение Что у тебя проблемы В твоей христианской жизни Ведь наша Христианская жизнь Она откуда-то Когда-то началась Правда же И вот она Когда-то закончится И вот Когда она Закончится Вот это будет Являться Самым важным В нашей жизни Мы можем Идти до этого Конца По-разному Я еще не видел Христианина Который шел бы По христианской жизни И никогда не делал ошибок Никогда Даже самые святые люди На твой взгляд Которые думают Они да Они может быть Не грешат Грехами к смерти Но в их жизни Куча несовершенства Куча проблем Которые не могут Делать в своей жизни Вы посмотрите На мужа Божьего Авраама Вы все знаете Такую личность Много раз Считали его истории Когда ты читаешь Об Аврааме И говоришь Авраам Отец Веры Но фрагментально Вот Фрагментами Авраам ошибался В своей жизни Скажи Ошибался И неужели Бог Ошибся Назвав Авраама Отцом веры У Авраама Были фрагментальные Ошибки У него было На каких-то Этапах Его отношения С Богом Какие-то непонятки Когда он не понимал Что же с ним происходит И он не мог понять Когда же Бог сделает То о чем Он ему говорил Ведь Бог же сказал Авраам Я благословлю тебя И в твоей жизни Будет что Потомство Отцаары Не от других женщин А отцаары Он ждал Он ждал И ничего не получалось И мы видим Одна ошибка Потом мы видим Какие-то сомнения Потом мы видим Еще что-то в его жизни было Но все равно В полной сумме Бог говорит Авраам Это отец веры Потому что Проблема не в том Что ты делаешь ошибки Бог в этом проблем не видит Он видит проблему в другом Что ты делаешь В тот момент Когда ты совершаешь ошибки Как ты с ними борешься Что происходит в твоей жизни В твоей душе В твоей совести Бог Никогда В своем священном писании Не говорит нам Чтобы мы не ошибались Он говорит нам о том Что если ты упал То подымайся Если ты на кого-то обиделся То попроси прощения Вы когда-нибудь видели Верующего Которого Никогда ни на кого Не обижался Не видели И вот и мне покажите Когда-нибудь Мы его заспиртуем И поставим в церкви Иконку нарисуем потом Вот он никогда не ошибался Но такого нет Даже вот вроде бы В таком небольшом Но очень важном Акценте нашей христианской жизни Мы видим что Обида Это присуще каждому человеку Человек может обижаться на все Он может обидеться на то Что утром проснулся И вместо солнца Увидел дождик Серое Пасмурное Небо Фу Я думал что я загорать буду Фу Всю погоду Дома буду сидеть Бум-бум Телевизор смотреть Или в интернете там что-то гулять А я то думал Паду на загорать А я то думал Паду там на дачу Там шашлычок сделал Там картошечку А куча Вот и все Он обиделся на весь мир Потому что погода испортилась Ну я так в шутку говорю Но человек обижается Но у Бога есть решение Этой проблемы Прощение И покаяние Поэтому сегодня Когда ты смотришь на свою жизнь Не нужно фрагментально Смотреть На те трудности Ошибки И неудачи Которые ты совершаешь В своей жизни И если ты их совершил Ты их совершил От этого ты уже никуда не уйдешь Но Можно продолжать Возрастать все равно в вере Даже совершая ошибки Ты продолжаешь совершать Своё хожение с Богом Ты все равно идешь И прогрессируешь Почему? Ты сделал что-то неправильно Ты склонил свои колени Вечером Господи Прости меня Я каюсь Дай мне силы Чтобы победить Ты встаешь И ты начинаешь дальше Прогрессировать Я всем рассказывал Свою историю Как я боролся С вредной привычкой Курением Я вам наверное Много раз Я вам рассказывал Я пришел И покаялся Но Многие привычки От меня Отлетели Как шелуха От семей Я даже не заметил Как их не стало Алкоголь улетел Это улетело Потом Свернословие Тоже улетело А вот курение Оно как прицепилось И не уходит И не уходит И никак Оно Не уходит И не исчезает И что с ним делать? А я уже христианин Я прихожу в церковь А мне проповедуют Что это плохо А я понимаю Что я грешу Потому что я это совершаю Я прихожу опять в церковь Мне опять об этом проповедуют Я читаю Библию Но Каждый вечер Я склонял свои колени Переисновым И говорю Господи Вот ты видишь меня такого Видишь мое сердце Я хочу по-настоящему Быть свободным От этой вредной привычки Но у меня нету сил Помоги мне пожалуйста Я хочу бросить Это курение Все Ночью Ложусь вечером спать И такое чувство Утром проснусь И будет чудо У кого были такие Ну Чайни У кого были такие чайни Были Ты утром просыпаешься А чуда нету А привычка есть Чуда нет А привычка есть Это трудно Кто был в этой борьбе Он меня поймет И я таких людей понимаю И вот когда я в очередном Просыпаюсь Нету чуда А привычка есть И я понимаю Что эта привычка Выше меня И она манит меня Я с осуждением совести Совершаю очередной Акт Курения И опять каюсь Я говорю Боже Ну почему Вот этот бросил Этот бросил А я до сих пор Не бросил Бог Дай мне силу И каждый вечер Но я знаешь еще Как боролся Скажу тебе Ты молись так Но если у тебя Есть такая проблема Ты сигареты На утро не откладывай Возьми Съясомни И выкини Это хорошая борьба Я так и делал всегда Я все эти пачки Сминал Выкидывал На утро просыпался Опять у меня было искушение Но Я продолжал бороться Я продолжал бороться Я каждый вечер Склонял свои колени Бог да силу мне освободиться Освободи меня В этой привычке Вот от всего освободил Ну вот это Ну настолько меня зацепило Очень трудно И в один день Я в очередной раз Склонил свои колени Вечером помолился Попросил у Бога милости Покаялся За содеянные дела свои Лег спать И настало утро И вы не представляете Ушла привычка И пришло чудо И я утром встал Если кто-то когда-то курил Не хочу чтобы вы это вспоминали Но у курильщика Первая мысль В голове Это сразу покурить с утра А я утром проснулся Вау Этой мысли нету Я еще полежал на кровати Думаю а вдруг придет Бас не приходит Я говорю господи Чудны дела твои Я быстрее сполз с кровати Стал на колени Говорю Бог спасибо тебе Я с этого момента понял Все Недавно встретил своего одного друга Мирского Он в мире находится Идет С утра такой А мы с ним давно уже не виделись Я говорю привет Привет Слушай Дай там 10 крон Трясет мне всего Я говорю Все Жизнь поменялась Не пью Не курю И не даю На похмелку Сколько ты не пьешь Не куришь Я говорю Ну уже там Больше 12 лет Там 15 Как тебе повезло Я на него смотрю Да Точно мне повезло И еще как повезло Поэтому Я хочу вам сказать Дорогие мои В вашей христианской жизни Как и в моей христианской жизни Не всегда будет Такие победы И не всегда будут Какие-то яркие моменты Но и будут Некоторые моменты Когда ты куда-то упадешь Когда сможешь Ты сделать какие-то Неправильные вещи Или ты борешься С какими-то Вредными привычками Конечно же Ты судишь себя Твоя совесть Осуждает тебя Дух Святой обличает тебя Но Он и вдохновляет тебя Чтобы ты продолжал Дальше бороться Аминь Он и вдохновляет тебя Почему? Потому что Иисус победитель В его Как бы характере Нету такого состояния Или такого чувства Проиграть Или оставить тебя Вне победы Поэтому Даже тогда Когда ты падаешь Даже тогда Когда ты находишься В полном сомнении Он приходит к тебе Вдохновляет тебя Говорит Вставай Давай Еще раз Еще раз Пойдем Прорвемся У тебя получится Ну и что же ты борешься Полгода с этой привычкой Ну и что же ты страдаешь Или борешься Год Два Ничего страшного Давай дальше Давай дальше Мы прорвемся Мы как люди Мы всегда хотим иметь Быстрые результаты Мы иногда не учитываем Какие-то особенности Которые находятся В душе человека В характере человека Я помню Когда Бог Дал мне такое свидетельство И он Можно сказать Опозорил меня Именно в моем понимании Вы все знаете Такого Брата Сергея Товашова Недавно У них было Бракосочетание Это человек Который Очень долго Был в состоянии Наркотической зависимости И связан Преступность В результате Его жизни Я его знал Еще до спасения Я его знал И тогда Когда я уже покаялся И я с ним Очень долго И очень много раз Встречался в городе И говорил ему Об Иисусе Христе Очень долго Очень долго Мы даже пытались Как-то работать Здесь в церкви Ничего не получалось И один раз Ян Директор центра лебитации Приезжает в Нарву Мы идем с ним по городу Просто общаемся Разговариваем И знаете Еще рынок на энергии Был Да Сейчас уже не такой И вдруг Из-за угла Сергей Выплывает Да то Привет Я говорю Привет Ну так Давно не виделись Как дела Ну он На своей волне Еще той мирской Дань 25 крон Я говорю Нет не дам Разошлись Ян говорит Надо же Уже Там Был 12 часов дня Уже вмазанный Уже Еле-еле на ногах Стоит Проходит месяц Ян мне звонит И говорит Слушай У меня парень С Нарвой В реальной обитации Слушай Бог так с ним работает Я говорю Кто такой Сергей зовут Я говорю Фамилия Он такой Гони в шею Это я говорил Я говорю В шею гони Не верь ему Разведет Украдет Вынесет Не верь Поверь мне Ян Мы столько С ним работали Ноль Ян Все что угодно Не верь Проходит месяц Опять мне звонит Слушай Нормально Молимся Склоняется на колени Плачет Я говорю Он и плакать будет Я говорю Не верь Вы можете У Яна спросить Через пол Вода звонит Слушай Все в центре Все классно Я говорю Знаешь Ян Вот пока я не увижу Его своими глазами Пока я не посмотрю В его глаза Не поверю Вот не поверю И все Он говорит Окей Когда он закончит Релебитацию Я его привезу сюда В Нарву Но у них Когда релебитация Заканчивается Они его привозят Ну в Нарву Или в город отпускать Он какое-то время Должен быть в городе И он привозит Говорит Звонит мне Да то приходи Сегодня на вечернее собрание И Сергей здесь Ну я оделся Специально Думаю Это было Такое же собрание На неделю Я специально пришел Думаю Специально буду посмотреть Я зашел Сзади И смотрю Где же он стоит И смотрю Там бум Руки такие подняты Серега молился Я говорю Ну хорошо Хорошо Сейчас собрание закончится Я к нему подойду Дорогие мои И когда собрание закончилось Я к нему подошел И когда я посмотрел В его глаза Я так сказал Сергей Приветствую тебя Как брата во Христе И с этого момента В моей жизни Что-то изменилось Я понял Что Бог Может Очень многое И если ты сомневаешься Бог может продолжать Свою работу Если ты думаешь Что человеку Невозможно подняться У Бога Есть возможности Поднять человека Все равно Если ты думаешь Вот как я Крест поставил И сказал Что все Точка Бог пришел Он говорит Да это твоя точка Но я эту точку стираю У меня есть продолжение Этой судьбы Я не ставлю точку Я не ставлю Какие-то запятые Я просто хочу Сделать продолжение Этой судьбы Чтобы человек жил Чтобы человек был Свободен Чтобы человек мог Делать дело Божие На этой земле Поэтому в твоей жизни Еще рано Ставить точку Не ставь ее никогда Не будь автором Своей судьбы Если ты автор Своей судьбы Ты уже поставил Там точку Когда я был Автором своей судьбы Я всегда ставил точку Все Боже Все Все Достало Все А Бог приходит И говорит Ну окей Успокоился Да Давай точку стерем И продолжим дальше У нас еще не закончено Я когда в Тарту Переехал Дорогие мои Я Если бы Бог Мне сказал Хотя бы 10% Всех тех Переживаний Которые там будут Переживать И трудности Которые у меня Там встретятся Я бы сказал Господи Другого Но не меня Никогда бы не пошел Бог Просто дал желание Иди И делай там работу И я пошел И первый год Никаких проблем Второй год Никаких проблем А вот на третий год Когда я туда переехал И уже там стал жить Уже год прошел Как я там живу Вдруг началось Я У меня никогда За 17 лет Мого христианства Никогда Такого не было У меня были трудности Были переживания Были разные взлеты И падения Были разные неудачи Но такого Никогда Не было Когда я сел В машину И поехал По городу И я просто Кричал В небо У меня лили слезы Я просто кричал Я просто что-то Выговаривал Небеса Я говорю Бог Если ты есть Вообще Зачем все это В моей жизни Я хочу поставить Точку Потому что У меня нету Ни терпения Ни силы Уже Вот здесь Все Это было Буквально Недавно Полгода назад Я уже 17 лет Во Христе Уже Долгие годы Служитель Прошел Через многие Какие-то Трудности И испытания Которые Вы подарили На мою жизнь Но вот это Меня добило До окончания Я сказал Боже Я ставлю Точку На следующий день Я проснулся Я почувствовал Что Бог Точку-то Стер Я говорю Пойдем дальше Пойдем дальше В тот момент Когда я кричал Богу Я не был Человеком Веры В тот момент Когда я жаловался Богу Или упрекал Даже его Я не был Человеком Веры У меня было Абсолютное Неверие И отчаяние В своем сердце Я не строил Из себя Такого героя Что я во все Боже Ты же знаешь Я же верю Я сказал Боже Ты же знаешь Я в отчаянии Не надо строить Порой из себя Героя веры Лучше скажи Как Петр Господи Я утопаю Ну помоги же Мне А представь Петр бы тонул И строил себе Героя веры А Иисус Вот точно Ну-ка посмотрим Как у него вера Вытащит его Или не вытащит Вытащит Или не вытащит В этот момент Не нужно строить веру Просто кричи к Богу Бог помоги Я утопаю Это намного лучше Реально И быстрее Бог отреагирует Чем ты скажешь Бог не надо Я сам Вера Так Первый ключ К тому чтобы Не утопать Исповедание Я не тону Я не тону Буль-буль-буль-буль-буль Я не тону Буль-буль-буль-буль-буль Но пока ты будешь Испытывать Какие-то принципы Которые тебя Вытащат Из этой воды Так, второй ключ, это ключ, наверное, какого-то там правильного мышления, или может быть, и там еще чего-нибудь, нет, 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 самый хороший ключ в тот момент, когда тебе трудно, и когда тебе тяжело, и ты знаешь, что все, просто кричу Богу, Бог, ты видишь, я утопаю, ты видишь, я сомневаюсь, ты видишь, все достали меня, вокруг меня все злодеи ополчились, и моей души ищут. Так, псалмопевец говорил, потому что на самом деле ему было плохо, но он говорил, Господи, помоги мне, вытащи меня из этого рва, ну, простри ты свою руку и вытащи, выведи меня из этого состояния. И Иисус подошел к Петру, взял его, поднял его и посадил в лодку. Дорогие мои, я хотел бы сегодня это проповедью, просто говорить в твою жизнь, в твое сердце, в твою судьбу, чтобы ты никогда не ставил точку. Не надо этого делать, не надо, ни в своей жизни, ни в жизни других людей. Ты не Бог, ты не тот, которым можешь изменять судьбу людей, ты не тот, которым можешь коснуться сердца человека и вывести человека из этого состояния. Мы можем точки ставить, как мы хотим, это наше субъективное мнение, мы можем говорить даже божественные слова, что этот человек не изменится, потому что мне там это, мне там то-то, и вот я точно убежден. Ты не можешь этого сказать на сто процентов, потому что ты не Бог, и ты не знаешь, каким путем Бог ведет этого человека, чтобы спасти его и вытащить его из тех проблем, в которых он находится. Субтитры создавал DimaTorzok